Ну а вот допустим, сейчас такая идет ротация, в правительстве будущие кадры активно обсуждаются. Вот кто мог бы стать следующим главой Центрального банка, тем более, что как говорят, будет кризис, вот Кудрину вроде как предлагали. Ну он сказал же поздно, мне предлагали, я отказался. Почему? Почему? Потому что мне же не назначили персональную пенсию из-за него, дурака. Да. Да, и зачем же ему потом получать неперсональную пенсию? Ну, понимаете, до пенсии ему еще что-то далеко. Кто вам сказал? А то есть вам кажется, что... Могу же на пенсию отправить не только по возрасту, но и по здоровью. Ну то есть это должен с расстреливаться. А вам кажется, у него проблемы какие-то? Ну если он в Вашингтоне сделал такое глупое заявление, значит у него проблемы. То есть вы, вы знаете, что он сумасшедший? Нет, ну зачем сумасшедший? Нет, ну вы вот так вот делаете, что... Ну бывают сдвиги иногда. Как вчера говорил Познеру наш великий Йонтьев, их называют просто идиотами. То есть на месте Медведева вы бы тоже Кудрина уволили, да? За такие заявления, находясь в Вашингтоне, я бы его уволил, конечно. Ну хорошо, но вы считаете, что Кудрин вообще себя исчерпал? Или исчерпал себя только в качестве... Какая кандидатская диссертация была у Кудрина? Какая? О соцсоревновании. Он же не экономист, он счетовод. А почему вы так не любите, Виктор Владимирович? Вы говорите о нем практически с обидой. С обидой? Да. Я его знаю давно. Ну и чем у нас обиды? Вот как вы относитесь к резервному фонду? Я абсолютно индиферент. А почему? Вы же кредитуете дырку Соединенных Штатов и даже их военные расходы. С помощью резервного фонда, средства которого вы вкладываете в обязательства США. Вы имеете в виду стаб-фонд? А? Стаб-фонд. Стаб-фонд, да. Можно в чем-то другом держать. Но не будет стаб-фонда. Вероятно, Россия бы столкнулась с такими же курсовыми проблемами, с которыми она столкнулась в то время, когда вы были главой Центрального банка. Разве нет? А при чем здесь стаб-фонд? Мы что, за счет средств стаб-фонда поддерживали курсовый? Курс поддерживался только за счет валютных резервов Центрального банка. Почему случился так называемый черный вторник, в октябре 2004 года? У нас резерв оставался меньше миллиарда. А один сучонок бегал в пассаж и продавал, какой мы будем держать курс, кого мы выгнали бы. Это кто же такой? А зачем? А куда бегал? А кто продавал? Пассаж напротив. Он напротив Центробанка? Ну, пассаж, Петрович. А что продавать ходил? Какой курс будет держать Центральный банк? А, инсайдер? Ну, инсайдерская информация. Слушайте, а скажите, если вернуться к Кудрину, то есть вы на него обижаетесь за стаб-фонд? Я на него обижаюсь за то, что он врет постоянно. Кому? Обществу. А вот сейчас смотрите. Зачем он говорит, что он вытащил ВВ в Москву? ВВ в Москву вытащил Яковлев. Он позвонил Бородину и сказал, возьми его от меня, хороший парнишка, он мне не нужен. Все, а Кудрин что на себя тянет одеяло? Что я его взял в Москву в администрацию президента? А как вам кажется, а вот сейчас, когда Кудрина заявляет, что может быть посредником между Болотной площадью, митингующими и властью? Условно Болотной площадью. Ну да, условно говоря, между митингующими и властью. Знаете, он всегда стоял в раскоряку, но так широко ноги не растели. А вы не могли бы быть таким посредником? А зачем? Пусть каждый выражает свое время. Дмитрий Владимирович, в свое время, я не буду этого скрывать, я был на той площадке перед большим залом Госдумы, где вы вышли, вас назначили, 315 голосов вы получили, конституционное большинство, когда вас назначили представителями Центробанка. Вы вышли, все вокруг вас столпились, что вы будете делать дальше? Вы сказали, будем строить коммунизм. Правильно, Кирилл? Ну, я люблю шутить, да. Да, ну вот тогда вы реально, все-таки, может быть, вместе с Примаковым и Спаслюковым, может быть, методами, которые мне лично не нравились, но результат показал, что вы страну вытянули из кризиса 1998 года. Еще раз сможете? А у нас разве кризиса 1998 года сейчас? У нас же резервный фонд громадный, да? Мы помогали банкам, начиная с 2008 года, когда кризис начался там, и банки оказались в тяжелом положении, потому что у них отзывали депозиты не от того, что не верили нашим банкам, а от того, что им эти средства были нужны. Я вас почему об этом спрашиваю? Потому что многие говорят о возможности повторения кризиса после марта, после мая. Вообще май хороший месяц, зачем же нам кризис, тем более... Ну ладно, август тоже хороший месяц. Август тоже был неплохой. В августе всегда случались какие-нибудь проблемы. Первая мировая война, о чем писал Солженицын, да? Еще чего-то, еще чего-то. Я не люблю август. Вы на что имеете свои проблемы? Виктор Владимирович, вот так вас послушаешь, получается, что накудрено общество должно обижаться из-за резервного фонда, который как считается. Ну, конечно, уже все время верят общество, как вы сказали. Да, ну а зачем же трубы-то рвутся зимой сейчас горячей водой? Это кто виноват-то? Да. Почему в инфраструктуру не вкладывают деньги? А кто виноват, что в инфраструктуру не вкладывают? Минфин. Минфин. Чего он сидит на резервном фоне? Зачем? А чего с ним делать? Вкладывают в развитие инфраструктуры. Через что? Что делали американцы в 1929-30-м годах? А инфляцию мы от этого получим такую же, как в начале 90-х? Так инфляция-то не от этого, я уверен. Инфляция была от либерализации цены. Почему Гайдара через год снесли? Кто его снес? Его снесло промышленное лобби парламента. Потому что он запретил кредитовать промышленность, которая раньше все время кредитовалась на оборотные средства. Они же пришли, ничего не понимали, не то слово хотел сказать. Ничего не понимаем в экономике. Не читались книжек и что? Спасибо.